Девинити Ориджинал Син Мало кто знает, но для того, чтобы сделать добротную РПГ, совсем не обязательно рекламировать эльфов с нетрадиционной сексуальной ориентацией и тратить огромные суммы, заказывая CG-ролики для рекламных презентаций у компании Blur. Достаточно просто жить в Бельгии, любить своё дело и ответственно относиться к созданию игр. Пожалуй, именно поэтому новая Девинити и получилась такой замечательной. Бескомпромиссность создателей можно заметить абсолютно в каждой детали Ориджинал Син. Там, где у других разработчиков множество условностей и ограничений, у Лориан — возможности. Новая Девинити — это одна из немногочисленных игр, где можно убить ключевых для сюжета персонажей, но история на этом не прервётся, а пойдёт немного по другому пути. Или вместо того, чтобы рубить орков, герои могут начать воровать картины и продавать их на рынке. Есть и более неочевидные нюансы геймплея. Так, например, деревянные бочки, казалось бы неприметная деталь интерьера, неожиданно превращаются в важный стратегический элемент, который может сыграть ключевую роль в бою. Если разбить такую бочку, то из неё польётся масло. Это масло можно поджечь огненным заклинанием, а вместе с ним и пару-тройку врагов, которых при других обстоятельствах пришлось бы долго и мучительно бить обычными мечами и копьями. И это только один маленький нюанс из тысяч возможных в Девинити Ориджинал Син. Несмотря на жизнеутверждающую цветовую палитру и яркую стилистику, Новая Девинити — необычайно сложная игра. Почти каждый бой тут сопровождается частым циклом загрузки последнего сохранения уже на среднем уровне сложности. По достаточно большим игровым зонам противники разбросаны локально, и практически каждая схватка — это уже целое событие. Стычка с врагами происходит в пошаговом режиме, как в старых добрых XCOM или Fallout. Причем на исход боя влияет огромное количество факторов. Скажем, если перед сражением подсуетиться и вызвать дождь, то вражеские огненные заклинания и стрелы уже не будут такими эффективными. А еще можно превратить поверхность в лед, и тогда противники будут постоянно поскальзываться, что даст возможность спокойно их обстрелять из лука. С самых первых минут игра нас учит, что нужно по максимуму использовать окружение, иначе придется туго. Впрочем, под сильным ливнем и ваши заклинания перестанут наносить большой урон, так что перед тем, как активировать очередной магический свиток, нужно сто раз подумать. Кроме того, в Original Sin можно играть в кооперативе, что углубляет и без того сложную механику. Например, в диалогах придется часто спорить со вторым игроком, если ему не понравился ваш выбор. В этом случае вам предложат посоревноваться в камень-ножницы-бумага, и мнение того, кто победит, будет засчитано как обоюдное. В принципе, то же самое будет, если играть с искусственным интеллектом, но тогда все происходит в несколько раз скучнее. Вообще, каких-то нюансов, совершенно не характерных для современных игр, в новой Дивините очень много. Сегодня мало кого можно удивить разветвленной системой квестов с возможностью выбора подхода к выполнению задания. Но если в привычных ролевых играх обычно стоит выбор между «казнить-помиловать», то авторы Original Sin идут дальше. Некоторые части задания вы вообще можете пропустить, просто потому, что у вас, например, нет специального перка, позволяющего разговаривать с животными. Причем этот навык абсолютно опционален — можно пройти всю игру, ни разу не использовав возможность пообщаться с собаками или кошками. А некоторые второстепенные квесты так и вообще нельзя получить, если герой что-то не умеет или чего-то не знает. На самом деле, разработчики не придумали ничего нового. Что-то мы видели еще в Divine Divinity, что-то в Deus Ex, а что-то в любой RPG времен Baldur's Gate и Fallout. Но вот какой любопытный момент. Из-за того, что все это было достаточно давно, любая геймплейная фишка Original Sin сегодня выглядит свежо и без пяти минут революционно. Авторам удалось соединить в игре практически все, за что можно любить классические компьютерные ролевые игры. Это и сложные бои, и глубокая система прокачки, и витиеватые квесты. Вообще приятно видеть, что конкурентное преимущество Original Sin заключается не в дорогих маркетинговых перформансах, а в том, что разработчики удачно сочетают немного подзабытые детали из классических ролевых игр, и из этих структурных блоков выстраивают монолитную конструкцию, которая способна выдержать практически все испытания на прочность. Вердикт — восемь с половиной баллов. В соответствии ожиданиям — сто двадцать процентов. Надо брать! Наш выбор! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова